всем привет пацаны привет всему сообществу фифо центр и сегодня я хочу хочу и все-таки решился записать видео жребевку кубка интертота вот начнем с того что никаких шариков у меня нет нагреть я ничего не смогу поэтому все будет честно и честно и бумажки мне все-таки придется доставать из таких стаканов для книга ну вроде объяснять больше нечего немножко по формату турнира у нас будет пять групп по 4 команды и я думаю многие из вас и задаются вопросом почему как так почему 10 команд плей-офф а на это есть простой ответ 6 команд из лиги у европы и занявшие третье места в своих группах упадут к вам и итого мы получаем 16 команд плей-офф интертота корзины групп я вам уже скидывал они сейчас здесь передо мной повторно показывать не буду так как уже поставил камеру не хочу заморачиваться корзину вы все видели и собственно мы сейчас по порядку и начнем с первой корзины единственное условие что команды игравшие в одной лиге в одну группу попасть не могут и не за этим нужно будет внимательно проследить случае если вдруг я вытащу в одну группу две команды из одной лиги команда которую я вытащил буду отправлять сразу следующее итак для группы а 1 будет камеру использую фронтальную поэтому скорее всего у вас будет зеркалить но я думаю в этом нет ничего страшного шальки александр мочалов идет группу а александр мочалов группа а второй человек из первой корзины который пойдет группу б группу б у нас отправляется также немецкая команда байер 04 никита привет байер на чеки но чеки туда 4 идет группу б третья команда из первой корзины которая пойдет в группу c самый наверно сильный коллектив который попал это тот неизвестным образом серёга русер серёга также привет надеюсь скоро получится пересечься в москве попить доминиканский ром и в этот раз он меня не убьет и я очень надеюсь группа c отправляется на поле четвертая команда которая пойдет группу d из первой корзины наш немецкий друг с английской командой лестер сити макс тоже огромный привет макс отправляет вас группу d и в группу е отправляется без шикташ волжанин который провел неудачно концовку сезона получил много тп но за счет того что снялись пару тренеров ему все-таки получилось ворваться в тот и и надеюсь он его закончит без шикташ волжанин отправляется в группу е так сейчас важно уследить за тем чтобы команды игравший в одной лиге не попали постараюсь не накосячить и случае чего переснимать не буду я думаю попросите вот первая команда из второй корзины который пойдет группу а к немецкому шальке ница далекс далекс отправляется у нас группу а к немецкому шальке вторая команда из 2 корзины которая отправится в группу b немецкому байеру и никите реал бетис испания отправляется в группу б группе b он играть может так как там немецкий байер так группу c к наполе и руси рву отправляется в из бромвич альбион владлен халфин владлен фаб привет в группу c владлен своим без бромвич им сломаным рандоном группу d к лестеру сити должен был пойти вот ford но лестер и вотфорд в одной группе играть не могут поэтому вотфорд пойдет на группу d а в группу е бешек ташу и собственно здесь остается немецкий оффенхайм адвокат который пойдет группу d все-таки к лестеру группу d отправляется оффенхайм так третья корзина и опять же очень важно уследить чтобы одни команды из одной лиги не попали в одну группу будем очень стараться и первая команда из третьей корзины это малага который должен пойти группу а немецкому шальке французской нице он это сделать может малага отправляется к нице и шальке вторая команда из третьей корзины группу b отправляется французский р.н. туда он пойти может там у нас сейчас немецкий байер и испанский бетис группу b отправляется р.н. третья команда из третьей корзины группу c к английскому везбромвич альбион и и и и наполе отправляется тигры русс 125 привет давно у нас играет респект огромный и отправляется в группу группу c группе c значит тигры из объединенной лиги английский везбромвич и наполе 15 раз все проговариваю чтобы не накосячить поэтому уж извините так видеоблогером с вами стану так группу d у нас должен пойти до должна пойти испанская жерона воин чечен в группу d значит немецкий хофенхайм у нас здесь и английский лестер да жерона может пойти в эту группу и в группе е у нас остался итальянский сусуоло дмитрий тулупов итальянец группу е группе е итальянцев у нас нет поэтому дмитрий и его сосуоло спокойно может пройти в эту группу есть фух три четвертых позади пока что вроде бы все сходится и надеюсь проблем у нас не пусть четвертая группа сейчас самое сложное группу а у нас пойдет должен пойти покажется итальянский калерин адам макс и проверяем может ли макс пойти в группу а в группа б у нас есть испанская команда французская и немецкая итальянский сюда пойти итальянец сюда пойти может так группу а отправляется адам макс с его калери группу п на этом проблеме будет у нас здесь три российских клуба которые до этого не было я думаю все будет в порядке группу п французский сэн-тэтьен проверяем группе b у нас есть немецкая команда испанская французская в группу b его работе не может так как французская команда здесь уже есть поэтому проблем его в группу c группе c у нас есть команды завел англии и италии группа c юра пойти у нас может группа c юра осталось нас три российские команды сейчас будем выбирать команду группу b который прошу пришлось пропустить осталось казанский рубин фролл даже не буду проверять фролл у нас идет группу b так как российской команды еще не было поэтому можно не заморачиваться а bc группу d пойдет у нас самый слабый коллектив но не самый слабый тренер александр мазницын с его ска хабаровск отправляется в группу d и последний последний участник это у нас московская динамо жозе жозе у нас отправляется в группу е надеюсь никаких косяков не было я сейчас конечно же все еще раз проверю и назову вам группа а это шальки ницца малая кальгери повторов ли нет группа b байер бетис рэн рубин казань повторов по олигам нет все нормально группа c напали вас бромбич тигры и сент-этьен все нормально с лидами группа d лестер хофенхайм жиронов к хабаровск повторов по олигам нет и последняя группа это вишекташ вот форт сусуола и динамо москва собственно на этом я думаю закончил по формату турнира я там никому ничего объяснять не нужно ну вроде бы я уже и так все сказал тороплюсь закончить не дай бог закончится камера на телефоне и придется переснимать а очень бы не хотелось давайте ребят всем удачи всем пока и поддерживайте нас поддержите лайкусиками там просмотрами видосы с фаскапов которые пили тантовка я думаю это ему поможет и сегодня мы ждем кстати очень много видеоконтакт на контента это записи финалов кубка кубков стран с комментариями его раби нового ждите ожидать или всем удачи всем пока спасибо